Добрый-добрый-добрый день, дорогие друзья! В битве за третье место и на бронзовой, собственно, бронзовой награды зарабатывает у нас коллектив под названием Sheep of the Artstyle. Ну и теперь, все, что было до этого, забудьте. У нас гранд-финал, у нас три, две точнее самые сильные команды турнира, безусловно. Вот команды, которые прошли всю сетку, которые от начала и до конца сражались лучше остальных, и которые теперь сражаются за главный приз и за звание первого чемпиона, ну и вообще чемпиона первого капа, который организовала наша студия игрокам ТВ. Поехали! По этому матчу, уже в бане со стороны команды The Rights of Indignation, Enigma, там же у нас Квапа отлетает, туда же отлетает у нас Антимаг и Темплар Ассасин. Два мидлейна и саппорт вместе с Керри. Почему не хотят видеть Керри? У меня вопрос, почему именно Антимаг у нас отлетает в бан. Ну, пока что, собственно, сложно понять. Команда Вим забанила у нас Сандайенга, тут даже отправляется Бристлбэк, Сайленсер и Шторм Спирит. Варлок для команды The Rights of Indignation еще раз в пике. В прошлый раз Ридик отыгрывал на этом герое и отыгрывал достаточно уверенно. Варлок под общую комбинацию, там под Андаинга, залетал на 5 с плюсом, точно так же под Разора. Без Обхивала, конечно, без каких-то особенных штук, но вот через элементарный ульт, через объединение дэмэджа на всех и вся, это, конечно, получалось очень-очень сильно. Ну и на данный момент третьего героя команда Вим забирает Омни Найта. Туда же в пик отлетел уже Шейкер и Тайд Хантер для коллектива, играющего за Редиант в начале игры. Ну и ждем, ждем. Баны есть, в принципе, кого видеть не хотят, мы понимаем. Вот, а кого хотят видеть, узнаем сейчас. Команда Зрайт и Синдигнейшн, как я понимаю, забрала себе... По керри тут, конечно, вопросов нет. Да, это Фейслис Войт. Варлок ни разу не отправлялся на мидлейн. Все время Варлок у нас был саппортом, причем Лайн саппортом от команды Тирай. Теперь тоже не уверен, что Варлок может пойти на мидлейн. Вот, с другой стороны, я и про Бейна был не уверен, что он пойдет на мидлейн. И Рубик тоже, скорее всего, будет просто саппортом. Ну, как я понимаю, два последних пика, в общем-то, все объяснят, хотя бы вкратце. Ну, герои такие, что можно использовать их, в принципе, от того же Варлока, как на сложной, так и в мидлейне. Ну и Варлок дополняется у нас еще и Спирит Брейкером. Вот со Спирит Брейкером дела такие, что обычно этот герой используется у нас в сложной линии. Вот, и стоит соло. При этом достаточно быстро получает левел, бегает по всей карте и просто создает абсолютный хаос в рядах соперника. Как будет на этот раз, не знаю, вообще по команде Тирай ничего не могу сказать про установки лайнов. Это просто лишний раз сказать, лишний раз ошибиться. Omni Night Shaker Tidehunter. Комба с серьезными ультами. Omni это понятно, физдэмэдж вот, ну а Shaker Tidehunter, ну, поконтролить есть время. И вообще после ульта Tidehunter выйти в ульт Shaker, а потом Fissura, а потом Totem, или Totem, а потом Fissura и еще один Totem. Короче говоря, держать команду Zeratis Indignation будут долго, если вдруг они попадут под общий рассказ. Ну и кого-то можно еще бы здесь в общий пик добавить для масс комбинации. Гирокоптер не в бане у нас, поэтому Гирокоптер смело может как Керри сюда зайти, я думаю, вот собирать всех кружочком нет смысла. В общем-то у Гирокоптера есть флагкэнон, поэтому при отсутствии Энигмы в пике, при, скорее всего, отсутствии Дарксира, не думаю, что он здесь появится при наличии Тайдхантера, Гирокоптер может отлететь Керри по данной комбинации. Ну и, скорее всего, я думаю, что будет все-таки Гирокоптер, герой, которому никуда вообще не надо двигаться, просто стой на месте, прожал флагкэнон и смотри, как все умирают. Либо, опять же, Медуза, тут ситуативная ситуация, как пойдет. Последний бан от команды Zeratis Indignation. Будет ли Гира в бане или не будет, сейчас узнаем, а вообще, читают они или не читают. Интересно понаблюдать за этим. Фантом Ланцер. Вот такие дела. Забанили Фантом Ланцера, ну и все. Больше чем-то ограничить свободу команды Вим в плане выбора персонажей команда Zeratis Indignation не сможет, разве что забрав кого-то, кого Вимы планировали забрать себе. Кого вообще надо команде Zeratis Indignation еще? Но я по-прежнему не вижу мидера. Не думаю, что Варлок пойдет в мидлейн, скорее всего, все-таки Варлок будет саппортом. Мидлейна нет, и вообще мидлейн обыкновенно где-то пятым пиком у команды Zeratis Indignation забирался, поэтому вполне может быть, что и сейчас. Пятый пик как раз будет мид героем. Вайпера отправляют в баню игроки команды Вим. Ну и остается на все про все 70 секунд. Если задумается вдруг у нас Маловский, может даже Вимы что-то допрочитали по данному пику. Ну хотя Вайпер, ну по стольку-по стольку мог бы здесь залетать. Что под фейстес Вайда есть и что можно было бы использовать? Я думаю, что Магнуса, кстати, можно было бы в пик все-таки забрать в команде Zeratis Indignation. Во-первых, мидлейн закрывается таким вот образом. Во-вторых, дается им пауэр, что фейстес Вайда освобождает у нас от потребности собирать даже молнии. Даже молнии. Я уже не говорю вообще о Battle Fury. Ну плюс Магнус толстый по данной комбинации. Тайтхантера и Шейкера переживать Магнус сможет. Поэтому будет пикнуть, не будет, сейчас узнаем. Вообще такой толстоватый, знаете ли, пик. Во-первых, Варлок всех выхиливает. Во-вторых, под бэктреком фейстес Вайда попробуй забери Спирит Брекер тоже. Плотный парень. Ну и могли бы еще в мужицкий пик дальше пойти и забрать себе еще и Магнуса на мидлей. Вот. Потому как Магнус, ну как по мне, идеально под эту комбинацию заходит, если его ставить на мид. Еще раз говорю, что фейстес Войд, в общем-то, под импауэром лишается у нас потребности в Battlefield. Драгон Найт. Вот так вот, индивидуальный пик со сплэшом, с хорошим, но при этом команде помочь сможет постольку, поскольку Драгон Найт, он основная такая ударная сила, которая, которая должна будет против инвокера, в принципе, грамотно выстоять. Может, Магнус действительно был бы и лишним. Там эскювер провязать под колдснепом невозможно. И последний пик от команды... от команды Вим. Нет керри. До сих пор нет никакого керри. 5 секунд. Антимаг в бане, Фантом Лансер в бане. Может, Спектра под общую комбинацию. С Омником вполне может быть. Вполне может быть. Вообще, надо какой-то серьезный лейт, прям... Лейт-лейтовый. Такой, который к концу игры бы за все эти раскасты под Гвардиан Энджелом развалил бы команду Зурятия Синдейшн. Но, с другой стороны, и ДДшник надо, который хотя бы загнобит того же Драгонайта и Спирит Брейкера. В конце это что вообще делает с ДГА непонятно? Что со своим дом делать в конце? Ну и на ранних этапах... Тут вообще, короче говоря, на всех этапах по такому пику давление обязано быть. 35 секунд. У команды Вим остается до... Выбора последнего героя. Я еще раз напомню, это Гранд Финал. Это первая катка. Игра у нас протекает в формате... Бест оф Три и... В формате Бест оф Три играется со счета 0-0 у нас. Вот, естественно, все вышли по стандартной схеме. И Спектра все-таки, да. Появляется Спектра. Первое, что я подумал и произнес, это была Спектра. И мне кажется, что вполне разумно. Тайтхантер, Шейкер, все эти ребятушки будут долгое время держать всех на одном месте. А вот Спектра с Радианцем, если успеет выформить, если вообще выформит... Ну, порезать так точно порежет. И Варлока, и Рубика. Ну, Рубик тут первая просто жертва для Спектры. Но опять же, для этого надо Джейти выформить свою Спектру. Так, ну и по героям давайте сразу разберемся, кто кого себе берет. Тайтхантер играет у нас... На Тайтхантере, точнее, играет у нас на Омми. И Хэнни играет у нас на Шейкере. Омни Найт, это Бим Бэм. Реалити играет на Инвокере. И Джейти играет у нас на Спектре. Стороны команды Зрайтис Индикнейшн. Кота Сэм играет у нас на Рубике. Ремнат Джуниор будет отыгрывать нас перед Брейкере. Афа забирает себе Фейзлес Вайда. Там Маловский будет играть на Драгон Найти. И Ридик берет себе Варлока. Ну что, Спектра отправляется, по всей видимости, у нас на нижний лайн. Будут ли ставить против нее серьезную комбинацию, триплу, точнее, игроки команды ТРА. Сейчас узнаем. Ну, вообще, сами ребята движутся вниз, готовы файтиться. По расстановке лайнов у команды Вим, сколько я не наблюдаю, все по классике. Они не выдумывают вообще ничего. Трипла идет в легкую, в харду идет оффлейнер, безусловно, идет в соло. И мидер стоит на мидлейне. Никаких изменений, никаких выдумок, вообще ничего команда не сочиняет. Играют как могут, и получается у них неплохо, они в гранд-финале уже. Поэтому играют достаточно хорошо. Маловский уже здесь, у него со старта ничего не прокачано. Варды у команды ТРА с собой имеются. Вардят руну, руну отжали, руну заберут. А здесь на топ-лейне Наоми в это время забирает руну баунти. Ну и Риддик отправляется вместе со Спирит Брейкером. Неужели это будет 2-1-2? Тут вообще, кстати, я вам хочу сказать, команда Тирай, какие-то олдскульщики, прям супер пап олдскульщики. Прокачка героев такая, которая была там 2 года назад. Расстановка по линиям такая, которая была вообще 100 лет назад. Какая там трипла вообще? 2-1-2. Просто паб история и фармим, и перефармливаем за счет скилла. Ну и посмотрим. Инвокер в соло будет стоять против Драгонайта, у Инвокера первым скиллом Патчан Коас. Поэтому дэмэджа дополнительного у Реалити не имеется. Ну и мидер, соответственно, в команде ТРА терпеть не должен. Плюс, опять же, качается у нас Драгонблад от Драгоннайта, ну и дефа много. ХП-реген достаточно приличный. Если Драгонблад будет еще дальше качаться, то, конечно же, тот же Инвокер особо каких-то проблем Драгоннайту не создаст. И появляется уже колдснэп у Инвокера. Ульф Качан, и Маловский где-то, кстати, под крипами может и остаться. Сейчас бросать надо колдснэп. Чего ж ты тупишь, родненький? Сейчас надо было давать колдснэп на Драгоннайта. Здесь 4 крипа было, и все наваливали по ДК. Ну, Реалити чего-то ждал. Кстати, Маловский продолжает получать по голове, да, он сильно и не бьет Инвокер, но он так бьет часто, что можно же и подраться. Ну и Реалити пока что не дамажит. Видимо, сейчас будет прокачан, скорее всего, Экзорт, или Квас, например, тот же будет продолжаться максить. Да, Квас у нас максится. Глянем, это будет Квас Экзорт или это будет Квас Вексен Инвокер. Так, по линиям давайте разберемся. Центральная линия, в общем-то, пока что Драгоннайтом выиграна счет. 10-2 у него по крипам и 6 на 0 у Инвокера. Ну, еще здесь, кстати, дополнительные крипы есть у Драгоннайта. Явно ДК фармит получше и поинтереснее, чем это делает Инвокер. Афа на ФССВДе стоит у нас на легкой линии. Стоит опять же в соло. И, кстати, заметьте, вот уже какая четвертая игра, наверное, команды Терай. Постоянно Керри оставляют в соло. Никто не идет к нему на помощь и только в крайних случаях из леса может выходить саппорт. А так, в общем-то, Керри стоит абсолютно одиноко. Никому не трогает и его, соответственно, никто не трогает. Он просто стоит и фармит, и делать ему больше, как бы, и нечего. Ну и плоды это свои тоже все-таки приносят. Ну что, без фрагов пока что. Три с половиной минуты сыграно, перемещаемся на мидлейн. Драгон Найт продолжает у нас наваливать по реалити. Реалити ловит у нас стан, задувает Маловский. У него немножко не хватает маны на то, чтобы задуть бы еще раз или хотя бы стан дать. Ну, боттл, в принципе, имеется. Но Инвокер, если еще раз подойдет под рассказ, должен, по идее, здесь оставаться. Боттлом лучше бы отпиться, чтобы маны хватило и на станы на задувку. ДДК 100% забирает Инвокера, а так... А так не пойми как вообще. Ну и что, Маловский, дальше за реалити. Руны контролятся. Руны контролятся командой Тирай. Как на топ-лейне, так, по-моему, и внизу сейчас. Кто-то из игроков команды Тирай должен забрать руну. Баунти Хантер забирает руну... Ой, Баунти Хантер. Баунти Руну забирает Драгон Найт. Вот. Как любая, в принципе, руна ему подходит. Потому что единственное, чего им не хватает, это не хватает маны. Кстати, маны теперь еще больше не хватает. ЕМП уже вкачал у нас Инвокер. Вот. Ну, вроде как не сильно настрелял ли по Драгон Найт. Ну, не будем забывать, что Драгон Блад, во-первых, дефа дает огромное количество. Во-вторых, еще и ХП реги. То есть то, что бьют у нас по ДК, еще и при наличии стаутшилда, еще и без экзорта Инвокер. Ну, разумеется, ему-то фиолетово на это дэмэджа немного. Разве что фейсбуцы хоть как-то буштят у нас самого Инвокера. Ну, Инвокера 18 на 2, у ДК 30 на 2. Ну, и в Инвиз сразу же уходит Инвокер. Не собирается бодаться здесь ДК, но здесь немножко затуп был явно по... ...проюзывание скиллов одного за другим. МП не хватило. На то, чтобы стан сразу же проюзать, было бы МП, может, получилось бы и развалить. Так, а что это за мясо такое-то у нас? Ремнан Джуниор под хилом Ридика. ФБ забирает он, еще один килл и дальше за Спектрой. И просто давить за Спектрой, Чарджер Даркнесс, еще один килл. И это дабл килл от Спирит Брейкера. Это килл от Ридика, это 3 килла вдвоем на сложной линии. Команда Тирай просто разрывает вообще пополам команду Вим. Поставили себе триплу с хорошим хилером. Поставили себе триплу с чуваком со станом. И в итоге все три отправляются в таверну. Ну, и это, конечно же, конечно же, конечно же, это Шадо Уорд от Варлока, который не мог не сработать. Да и Спирит Брейкер тоже немаленький левел у него. Плюс нормальное количество хп, приличный дэмэдж уже на старте. И, разумеется, развалить его никто так и не смог. Да и проходили, конечно, баши, безусловно. Ну что, три килла просто на ровном месте зарабатывает на своей линии команда Тирай. Это еще и на сложной. И это значит Спектра у нас так далеко отходит от своего желанного, я думаю, Радика. Да и фейсбуцы бы тут приобрести хоть в ближайшее время. Да, напрягли здесь очень сильно Спектру. Без того же Чаутика Оферинг от Варлока. Без големов. Просто я же еще раз говорю, через Шадо Уорд. Все это делалось. Ну и отхилился уже у нас Спирит Брейкер. У него есть ПТ, у него скоро появится урнов Шадоус. И начнутся побегушки вообще по всей карте. Там и сложная линия, и легкая. Центр будет страдать у команды Вим, мне так кажется, потому что пробурстили очень плотненько у нас Спирит Брейкера. Сейчас еще и Незер Страйк скоро появится. В приоритете баш у Спирит Брейкера. Может поэтому так и прокнуло, когда вдвоем дрались против троих игроки команды Тирай. По голде они выигрывают 1700 у своих оппонентов. По экспириенсу они выигрывают 2000. Мидлейн у нас 37 на 3 со стороны Маловски и 23 на 2 у Инвокера. Инвокер без артефактов, а что здесь? Здесь тоже, кстати, по артефактам ничего особенного. Ботл имеется. Белт оф Стрэндж лежит в стэше и осталось совсем немного до появления ПТшки. Здесь Драгонайт, я думаю, выдумывать особенно не будет ничего. Сильврэдж, я думаю, увидим в этом матче. Для Драгонайта вообще штука более чем полезная. Раньше Шадоу Блейд был, но он такой относительный. Просто кроме Инвиза мало что давал у нас самому Драгонайту. А вот, например, Сильврэдж это совсем другая история. Ну что, Реалити у нас. Ловит станд, поднимают его и врывается в него ремна. Реалити уходит в Инвиз. Но куда ты, Ра? Никуда у нас Реалити отсюда не денется. Знали вообще с кем будут разговаривать игроки команды Тирай. И поставили Сентри Вард на хайграунд. Сразу же решили вопрос Инвокера одним единственным, вот одной единственной покупкой. Сентрики достаточно удачно с собой притарабанил Рубик. 4-0 становится еще. 2 тысячи по голоде команды Тирай. 2 тысячи по экспириенсу тоже они. Ну и Спектра продолжает фармить. Это главная ударная сила команды Вим. Которая под всеми этими раскастами, под реведжем Тайтхантера, под эхо-слэмом Шекера, под Гвардиан Энджелом от Омни Найта, должна будет основной дэмэдж наносить своим оппонентам. Инвокер класс Векс, поэтому инвокер у нас не ДДшник. Инвокер у нас исключительно для контроля своих оппонентов. И о чем это говорит? Это говорит о том, что кто-то другой должен наносить дэмэдж. И опять же мы возвращаемся к Спектре, на которую вся надежда. Так, я понимаю, надежда небольшая здесь, потому что за Спектру взялись очень просто. Еще один килл от команды Тирай, на этот раз Варлок. Забирает Спектру. 2-0 Варлок, 2-0 у нас Спиритбрейкер. Счет 5-1 и потеряли Рубика. Потеряли Рубика на мидлейне. Далековато зашел у нас Рубик. Даже непонятно, собственно, и зачем он туда так далековато зашел. Ну, зашел. У Реалити, кстати, хороший ХП-реген здесь, благодаря Квасу. Ну, дело в том, что дэмэджа явно не хватает у нас Реалити. Кстати, поймать у нас Маловский, поднимает его Ветра. Ману все-таки не обрезали у нас Драгонайт. У Драгонформа через одну секунду. Драгонформа юзает у нас Маловский, настреливает по Реалити. Да ладно. 11 зарядов в Стике есть. Стик не юзает Маловский. Кстати, если провязать, можно развернуться и Тейдхантеру разбить лицо. Но ждет плевка. Плевка, кстати, и не будет. И не будет, пока он не прокачается. Плевок вообще не качался. Ну и все. После стиков Маловский у нас уже с половиной ХП, плюс 5 ХП-регена в секунду. Интересно, с Таутшилд будет ли куда-нибудь там буститься дальше. Или все-таки покупался так, между прочим. Драгонблад второго левела. Когда Драгонблад будет четвертого левела, сейчас уже тройка, кстати, то я думаю, вы понимаете, да, что ожидается. Плюс 12 брони, плюс 5 дефа. Чем пробиваются руки, пока не ясно. Спектры артефактов на дэмэдж нет. Спектра у нас, кстати, забирает Спирит Брейкера. Неплохой буст дает Спирит Брейкер у нас в Спектре. Риди. Шадоу Уорд на себя. Спектра бежит. Фейсбусы через секунду. Надо больше одного удара нанести. Нет. Вот Тавр уже не рискнул у нас Джей Тиити. Так, Шейкер в это время у нас от... Терпел немножко от Големов. Ну и в это время Инвокер еще у нас на миде разваливается. Вот, я так понимаю, от Маловски, да? Так и есть. Развалили Инвокера. Ну, экшен по всей карте. Не всегда успеваю переключаться. Ну, это и неудивительно. 3 с копейками по голде зарабатывает команда Тирай. И по экспириенсу они впереди на 3 с половиной. Появляется Мом у Фейслес Вайда. Как будто и не фармил. 10 минут, 60 крипов. Ну, неплохой показатель. Есть Мом, есть Пауэр Трэдс. Будет ли Мидас здесь? Сложно сказать, но мне кажется, что... Мидас здесь вообще ни к чему особенно. Спирит Брейкер уже 3-1-3 на данный момент. И... Стрик, конечно, Спирит умудрился отдать. И подарил еще его в Спектре. Не есть хорошо. Ну что, Хенни здесь, скорее всего, приехал. На нем Шадоу Ворд висит. На нем, опять же, разгон у Спирит Брейкера. Там далеко не уйти. Ну и Наоми побежал. Побежал мстить за своего Спирит Брейкера. Спектра не смещается с линии. У нее есть ульта, у нее есть третий даггер. Но Спектра вплотную занимается фармом. 12-ая минута, у нее полторы тысячи на руках. У нее есть фейсбуцы. И... Тот же Вангвард Спектра себе не собирает. Надо максимально быстро ей выформить... Выформить Радианс. Иначе... Кроме нее бить просто-напросто в команде Вим некому. Не Тайт Хантер там и не... Не знаю, не Инвокер будет. Бить с руки. Это должна будет делать исключительно Спектра. И... Чтоб нормальный лейт выформить Спектре, явно необходимо что-то больше, чем одни фейсбуцы. Ну и... Кстати, на ком-то еще там... Нет, больше не на ком. Двоих должны оставлять игроки команды Тирай. Би-Би-Би на лоу-ХП пытается отдаться у нас с Големом. Как сложно. Как сложно между этими елками. Еще одну урну повесили у нас на Омни Найт, а Омни Найт отправляется в таверну. Киллинг Спри от Варлока. Ну, Голем решает половину проблем команды Тирай на сложной линии. Во-первых, сама Спектра у нас отключается на какое-то время. Во-вторых, ничем не может помочь своей Спектре Омни Найт. Потому что, естественно, репел от физдемеджа Големов вообще никак не спасает. Да и Големы месят очень плотнее. Причем там, если не ошибаюсь, чистый урон какой-то от них. А, нет. Да, 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 все так и есть. Космонитет в магии, чистый урон. Заходит периодически. Там деф, не деф, абсолютно плевать. Спектра, терпит у Големов достаточно уверенно. Ну, Тирай, продолжается файт у нас уже на мидлейне. Вот, хотел я озвучить, что тут по голде. Тирай выигрывает по голде на 13-й минуте 7500. Поймали Маловски. Стан в ответочку, выкиливают его, у Зайц-стики. Есть бот, он начинает отбиваться батлом, поднимает всех вместе, все на лоу-хп. А как вы так гангали мидера, ребятушки? Незерстрайк у нас вот спиритбрейкера, минус. Мидер команды Вим. Команда Вим уходит отсюда. Тауэра не теряют. Маловски опять на диких соплях абсолютно. И не смогли его забрать, не получили. Теперь под Шадоу Вордом выхиливают очень быстро у нас. Капитана команды Тирай и Драгон Найт ведет всех за собой. У него уже 11-й левел, вторая Драгонформа. Можно и на Т2 скорее всего идти. На Омми без ульта. У Тайдхантера есть даггер, но нет ульта. У Шейкера тоже ульта никакого не имеется. У Спектры 2000 на руках. 14-ая минута, 2000 имеется. Ну и по-моему команда Тирай выдвигается у нас на Спектру. Решили все-таки оставить ее без даггера. Ульта Верлока еще 30 секунд ее не будет. Бим Бэм видит здесь своих оппонентов. Да и Римнант видит своих оппонентов. Пошел разгон у нас на Джей Ти. Шадоу Ворд висит на нем. Будут стараться выкидать у нас Джей Ти. Постепенно выкиливают. Баш. Еще один баш. Но и здесь Римнант не отпустит Спектру. Доминейтинг от Рубика. Маловский прилетает сюда или приходит. Как ты здесь вообще оказался? Римнанта забрали. Стан пошел у нас по Ридику и по Маловски. Фиссура от Ханни разделила двух игроков. И Ридик готов файтиться дальше. У него через 6 секунд будет Голем. И здесь Драгон Формы не будет еще 25 секунд. Пошел Голем у нас от команды Ти Рай. Реалити на лохэпен. На реалити висит, кстати, Фатал Бонс. И еще один килл от Варлока. Варлок уже со счетом 5-0. Фатал Бонс тут чудеса просто какие-то творит. Джей Ти застопил здесь Маловски. Поотправили Голема всю эту ерунду танковать. Маловски, если что, есть инвиз. Еще и Шадоу Ворд на нем висит. Ну и сплэш дэмэдж. Ну и Наоми здесь. Режет дамаг у нас Маловски. Ханнистан по нему и очень удачная писсура для команды Ти Рай. Просто всех спасает. Прибегает сюда Римнант. Дальше за Спектрой. Спектрой 2-400. Встает за стопили Незер Страйк. И не будет у Спектры, у бедняжечки Радианса, мне кажется, в этой игре. Счет становится 4-15. Команда Ти Рай давит. Давит по всем линиям. У Войда, который вообще в файтах не участвует, появляется Мейлстром. Ну и по Нетворцу Войд у нас на втором месте. 6-700 у него. На первом месте идет Драгон Найт, у которого 8-250. Ну еще бы он. В постоянном файтах он не только убивает, но и саппортит. Плюс 106 крипов у него. По Крепстату он... По Крепстату он опережает Войда, который стоял на линии, фармил всю игру. Причем в соло последние 10 минут. И при этом Крепстат выше у Драгон Найта. Объясните, господин Войд. Ладно. В любом случае, команда Ти Рай тут вряд ли лавры будет делить, особенно между собой. Ну и вот она Спектра. Вот она Спектра сдала назад и понимает, что в Радианс ей просто так не выйти. Если выйти, то до 20-й минуты точно не получится. И приобретает себе Вангвард. Просто покупает Вангвард, но это фактически капитуляция. Команды Вим дают понять и себе, и сопернику, когда этот Вангвард увидит команда Ти Рай. Я думаю, станет понятно, что Радиком здесь не пахнет. И возможности его купить в Спектре нет. Ну 2-6 идти в мейнкере. Команды Вим... Какой вообще Радик? Какая Спектра? Забудьте. У Шейкера уже есть Аркан Буцы у Тайт Хантера. Имеется, Даггер есть. Тапвак. Ничего больше. Умни Найтов Аркан Буцы тоже ничего интересного. У Инвокера один Облимент Став до Орчада еще работать и работать. Ну и по золоту вы видели, да, количество. 14 тысяч проигрывает команда Вим по голде. На 16-й минуте по экспириенсу они проигрывают 9 тысяч своим оппонентам. Ну и теперь по команде ТРА. Варлок уже у нас с барабанами есть. У него Став и Физард Рис, скорее всего, в Аганим. Собирается Варлок. Надо, надо, надо. У Драгон Найта Шадоу Блейд и еще что-то. Конечно, что-то еще есть, потому что маловато артефактов с собой. Ну и Сильвер Эдж уже летит ДК. У него сейчас почти 13-й левел. У него уже огромное количество ХП, огромное количество Дефа и Регенчокнуты. А когда еще и Саша прилетит туда. Естественно, это все дико печально будет для команды Вим. У Вайда в это время 1400 на руках. Есть Мейл Стром, ПТ, Маск оф Мэднес. Кстати, Вайда просто не трогают. Просто не прикасаются. И о чем это, собственно, говорит? Команда ТРА сейчас давит вчетвером. Вчетвером. То есть план Б в виде Вайда, которого не трогают и который выйдет у нас с суперубийцей. При этом ни разу вообще не стыкавшись со своими оппонентами. Ну, у команды Вим, не знаю, есть ли варианты какие-то для эскейпа. Ну и Спирит Брейкер, который, кстати, сейчас отвалился. Уже Сурнов Шадоус. У него почти готов Блэкинг Бар. У него есть ПТ. И все, по-моему, великолепно. Идет у команды ТРА. Чтобы катку эту слить, надо просто пойти и на Рошана по КД отдаваться. Продолжение следует... 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 Ну все, возвращаемся в игру Вернулся наконец-то у нас ремнант И ремнант на данный момент Уже у нас просто с ума Субтитры Бедняжечка реально в панике В какой-то она не может справиться С тем давлением, которое на нее оказывают По всем фронтам И физическим демеджем И тем же Незерстрайком Да и просто элементарный Шадоу Уорд от Варлока Спитру у нас унижает Пэти действительно не хватает Должную поддержку на линии ей не оказали И она психует и не покупает У нас Радик, а и собирает себе спокойненько Вангвард, после Вангварда скорее всего Радиан здесь появляться не будет После Вангварда Я думаю будет собираться Ну, наверное, диффуза лб Хотя тоже, кого здесь диффузами пробивать Драгонайта, у которого 1700 кп И маны вообще почти нет Ну нет маны и нет Он прорезал Драгонформу Ему мана это в принципе не нужна Вот тот же Варлок Естественно, его не порезать Все необходимое он дал И давайте файтиться Ну и Войт залетел Поставил хроносферу И режьте ману сколько вам удобно Конечно, ситуация не очень приятная Для команды Вим 14 тысяч по голде Они проигрывают По экспириенсу они проигрывают Десятку Счет на данный момент 4-15 Но здесь опять же Мидер загнал Инвокера И загнал очень плотно Может даже и Квас Векс Не стал Плюсом для Инвокера В коем-то веке вообще Я Квас Векс критикую Ну и у самого Реалити Пока что До Орки да еще Собирать и собирать 11 левел есть У Драгон Найта В это время 13-й Почти 14-й Сильвер Эйдж готов Огр Клаб есть И готовится К появлению БКБ У нас Готовится к появлению БКБ У нас Драгон Найн На Мидлейм Перемещается Фастлесс Войт На тебе Фастлесс Войт Где ты был Так долго Тебе не крипох На линии Ну и кстати Никто и не подходит Ходит сам по себе Справляется с этим Ну и все Здесь уже Ридик Здесь уже Маловский Если что Удар принимает на себя Ну и команда Вим об этом Знать не знает Падает Рошан Еще я думаю Секунд 10 Надо команде Тирать Чтобы расковырять Ну и смотрим Спирит Брейкер Уже готов Блэкинг Бар У Варлока После барабанов Мы видели Собирается Агониль Я думаю У Рубика Ничего вообще 1100 на руках Скорее всего В Даггер собирается Кристалис уже есть Для Фастлесс Войта Ну и Драгон Найту Отдали Аэгис Как убивать его Два раза Я вообще Души не чаю Это Да просто невозможно Ну и Спектра Опять под молотки Опять разваливает Спектру И здесь уже Войт Тоже прилетел И тоже надавал Спектре под задницу Ну и у Вайда Есть Хроносфера На случай Если придется Врываться Ульты все Команды Вим Готовы К проюзыванию Правда нет Даггера у Шейкера Придется пешком подходить Ну с другой стороны Есть Даггер у Тайтхантера Какие-то секунды Он все-таки Поддержит своих оппонентов Так куда-то у нас Побежал Спирит Брекер Спирит Брекер Врывается Ой какая Крутая Хроносфера Единственный Кого они зацепили Это Наоми Вот Но Хроносфера Просто на ура Вообще вышла У нас от команды Терай Правда Наоми Тут все это в ноль Отправляет И снова у нас Разворот в обратную сторону Команда Терай На половине ХП Все Спектра В это время Врывается в файт На лоу ХП Здесь Войт На лоу ХП Рубик Рубик погибает Войт не убегает От Спектры Доминейтинг От Маловски В это время Ему просто плевать Что его команду разваливают Он стоит разваливать В это время Товара Спектра Бедняжечка Соло файтиться Точно не будет Спектра у нас Просто улетает На собственный Фонтан Ну и Маловский Под Шадоу Вардом Разгон пошел На Джей Ти у нас От Ремнанта Он тоже здесь Просто подсел На поезд Под названием Чарджер Даркнесс И побежал Спокойненько Фарбить Таван Ну и Маловский Перебыковал здесь Это факт У него есть Аэгис Аэгис С него сбивают Но теперь надо Сейвить хотя бы Кого-нибудь Ридик на лоу ХП Ридик отдается Спектре Вот это я понимаю Поворотик Спектру решили Расфидить Потому что Слишком легко Нам дается Эта победа Ремнанта Отправляется в таверну Подбрасывает у нас Еще и Маловский Вижена нет И Маловский Отсюда уходит После потерянного Аэгиса За этот файт Две сто Зарабатывает команда Вим И две шестьсот По экспириенсу Тавер стоит На лоу ХП Но продолжает стоять Так что и деф Какой-никакой Все-таки будет От команды Вим Ну здесь Закомбечили две тысячи Уже неплохо Для них И четырнадцать тысяч Было преимущество Команды Тирай По экспириенсу Теперь Одиннадцать с копейками Ну это Достаточно Распространенная Ошибка И она касается Не только Аматерские коллективы Но и профессиональные На ранних минутах Даже имея Хорошее преимущество Заходить на хайграун Кажется что мы Их разваливаем Здесь на лоу граунде С такой силой Ясен пень что После каких-то Купленных там Сильвереджев Или что-то еще Чего-то еще Что вообще Ждет Нас на хайграунде Мы точно так же Будем их разваливать У нас артефакты есть Преимущество По голде По экспириенсу Проблема в чем Проблема в том Что надо заходить Вот в таком вот Узком коридоре И подниматься На хайграун То есть вот эту территорию Команда Тирайн не видит А здесь их уже Встречает Шейкер А здесь их уже Встречает Тайтхантер И они все Кружочком собрались Идут И вот в этом месте С ними случается Вот такой вот Коллапс 15 тысяч По голде Тирай выигрывает Тем не менее По экспириенсу 11 Тоже в их пользу Ну и Вим Немножко осмелели Пошли Я так понимаю Отдефать Свои товара Тавер пушится Команда Вим Не реагирует На это Они поняли Что единственное Их спасение Это Подъем команды Тирай на хайграунд Команда Тирай пока еще Этого не поняла Они двигаются На хг БКБ у Драгонайта При подъеме На хайграунд Не будет Пошел стан У нас по спектре По спектре Наваливают Но Своё то дело Вангвард делает Храносфера Пошла у нас Удвайда Пытаются забрать Здесь Шейкера Войт Эхо слэм у нас От Шейкера В итоге Шейкер отправляется В таверну А фаналу хп Старается уйти отсюда Тавер на него Не агрится Реалити Под подхилом От Бимбэма Живет пока еще Но и здесь Под БКБ Просто наваливает Римнан Спектру забрали Забрали Тайтхантера Потеряли Рубика В это время Фейслес Войт У нас от спектре погибает Ну и 2 в 2 Размен Безусловно В пользу команды Вим Но здесь Начинает падать Центральная сторона Недалеко Ридик Шадоу Уорд у него есть Маловский Сейчас подхилит Да или спирит брейкера Пофиг вообще Кого как хилить И Маловский Вместе со спирит брейкером Несмотря даже на Бакдор Протекшн Стоят и перед баракем И Маловский Здесь явно переиграл Сюда еще и ТПшка у нас От Хэни Хэни закрывает Ридика И Маловский У нас уходит В инвист Единственное что Его спасает И Малов Как-то ему файтер Решил еще подраться Ремнант в это время Хэни дорезал Нет Хэни выхиливает И Ремнант Отправляется Скорее то всего В таверну Бим Бэм Не должен его отпускать Маловский Сейвит своего тиммейта И этот чувак Никуда у нас Отсюда не уйдет И этот чувак Мне кажется Тоже никуда Отсюда Не уйдет Бим Бэм Пьюрификейшн Ну и через секунду А нет уже маны Нет Просто нет маны На сервер Эдш Дорезает у нас Пятого героя команды Тирай Слились все Денег подарили Триллион Просто своим оппонентам Вот она еще одна попытка Зайти на хайграунд А сам Драгонайт Не приносит себе БКБ Он заходит на хайграунд Без Блэккинг Бара Он думает Что у него и так Все получится Нет Просто так Все не получится И у Джей Ти на руках Уже 2400 У него есть И фьюжил Блейд И что-то тут Запахло Камбэк На мотив известной песни Известного коллектива 15000 Выигрывали Коллектив Выигрывала Команда Тирай По золоту По экспириенсу Они выигрывали 10 Сейчас посмотрим Что там у нас будет Я думаю Все-таки изменения В графиках будут 13-22 Это еще не приговор С такими героями Команда Вим Можно сражаться Еще раз говорю Тут один Гвардиан Энджел И перефармленная Спектра Ну или просто нормально Нафармленная Спектра Это ужас Вообще Для всех саппортов Команды Тирай Да даже для того же Вайда Я не думаю Что Войт Войте со Спектрой Справится Несмотря на Большое количество Дэмэджа Сам по себе Герой Просто плотненько Огребает Спектры За счет Отдачи Спектры уже В принципе Наконец-то Что одна посевка Что вторая Начинает прокачиваться Ну и деньги Потихоньку По чуть-чуть На Спектре капают По золоту Выигрывали 17 тысячи Клики команды Тирай Теперь 14 Снова у нас на Спектру Спектра тут просто издеватель Своими тирентами У Наеми Есть Ревенч БКБ вовремя Провязал Спирит Брейкер Старается отсюда уйти Лучше бы наверное было Делать ТП-аут И Чарджи в Даркнесс Есть у него Поднимают его ветра И после торнадо Он приземлится В неприятную Абсолютную ситуацию Надо было бежать В другую сторону Но он тут Не доконтролил И продолжается Очень даже Мощный Очень даже Мощный Фит от команды Тирай Хотя тут на хайграунд Заходит у нас уже Драгонайт Здесь Ридик Упал у нас кирпич Ой какие Куски просто Отлетают у нас Спектры благодаря Сильвер Эджу Драгонайта Стан пошел по наеме Но игра просто у нас Такая Абсолютно Неорганизованная И Настолько Хаотичное Перемещение героев По Лайнам Что с одной стороны Что с другой Что Не пойми вообще Что делать Маловский Через секунду будет Сильвер Эдж Уходит в инвиз У нас Маловский А что ребята Что не так О Вард наконец-то Поставил здесь Хенни Забирает здесь Тотем Кот Ну и Маловский На лоу хп И спектре Если сейчас он отдастся То можно собственно Будет Закрываться на своей базе И Заниматься дефом Шейкер забирает У нас дефа Да Мидлейн на 27 минуте Забрать это очень неплохо Забрать еще и Т3 На топлейне это неплохо Но спектре Нет кор артефакта Санстрайк у нас Прямо по ридику Фессура туда же И еще один Тим Вайп Или я не знаю Или как это вообще назвать Ну что Смотрим по графикам Я думаю что Здесь действительно Запахло Каким-то камбэком Близко к нулю Должны Быть графики 15 тысяч Так просто конечно Не отыгрываются И команда ТРА Как-никак Тоже забирает фраги Но вспомните С каким Преимуществом Они Выигрывали И насколько Теперь по фрагам Они близко К своим оппонентам Команда Вим 18 на 24 А было до этого 11-2 По-моему Или 11-3 Разница действительно Колоссальная Спекра Собирает себе Манта Стайл Не знаю Верно ли это решение Да При наличии диффузов Достаточно неплохое решение Но не будем же забывать Что Здесь есть Драгонайт У которого сплэш урон Эти иллюзии будут цепиться Достаточно быстро Ну и появляется Аганим у нас у Варлока Как-никак Конечно Перефарм чувствуется Ну и все Графики замерли Графики не спускаются Ниже 14 тысяч Что говорит о То что команда ТРА Хоть и дерется у нас Более-менее До на Тем не менее Своего не отдает Соперник Так Аганим есть у нас У Варлока У Варлока Также есть барабаны Аркан Буци У Спиритбрекера В это время Плейтмейл Чейнмейл И почти 2000 На руках Осталось рецепт На Кирасу Собрать Спиритбрекер Ну и побежал У нас Спиритбрекер До Куба До Физурубер Побежал у нас Спиритбрекер На Айоми Ловит у нас Всех В Реведж Ну в это время Воврина Провязает В итоге БКБ у нас Драгонайт Начинается развал Спиритбрекер Отправляет в Таверну Байбеку Спиритбрекер Отсутствует Минус 3 Даже минус 4 Делает команда Тирай Ну Наконец-то Собрались все вместе И драться начали Тоже вместе То есть Свой даже у нас Хроносфер еще не потратил Если кто-то близко подойдет То Можно будет поговорить У Шейкера есть даггер Но в соло Врываться сюда Даже при наличии Эхо Слэма Думаю проблема Но попробуют это точно Эхо Слэм у нас От Шейкера И просто разрывают Его на куски Не выпускают его Отсюда Приходит чувак Бьет Какой-то одной Компании По щечину И говорит А ничего мне не будет Вообще Да будет 100% Пятером накинулись На Шейкера За секунду Смели его Скаты Ну все Эта команда Вим Это преимущество Уже Вряд ли отыграет Со стороны команды Тирай Да и третья сторона Упадет Суицидиться можно В бараке И во все Во все Глифа нет Поэтому бей не хочу Падает третья сторона 30 минут 30 секунд Команды Тирай Чтобы додавить Своих соперников Я думаю Могли бы и пораньше Закончить Но Тремлан Показывает Что он в принципе Думает О команде Вим Ну и Уже под фонтаном На хайграунде Это просто так Отдача Ради отдачи Слушайте ребят Всегда бывает Фейк ГГ Понимаешь Что здесь конечно С мегакрипами Не отыграть Но GT борется Нравится команде Когда так против нее Играют Кстати спектребы Сюда сейчас Влететь На эту иллюзию Развалить быстренько Спиритбрейкера И спокойненько Разорвать Хайграунд Ну да Какой хайграунд Здесь все товара Стоят на месте Какой вообще хайграунд Да Как я все таки написал Ни единого Таура Не отдала команда Тирай Ни одного вообще На всех линиях Стояли товара И товара были Тронуты Но так только слегка Хочу сказать Что конечно Тирай Были фавориты Для меня в этом В этом противостоянии Но Вимы тоже действительно Интересную игру показали Интересную И если во второй катке Дадут нормальный Такой отпор Своим соперникам То наблюдать за Третьим решающим матчем Будет ой-ой-ой Как классно нам всем Ну что 31 минута Игра окончена На повестке у нас Второй ответный матч Пока что команда The Riders Indignation Выигрывает Со счетом 1-0 И всего один шаг Отделяет их От победы И от звания Чемпиона первого Summer Cup От студии Игрокам ТВ Не переключайтесь Небольшая пауза И врываемся На вторую ответную игру Через несколько минут Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok